Приветствую вас, дорогие любители и знатоки шахмат! С вами сегодня мастер Фиды Максим Амариев. И сейчас мы посмотрим за блистательным разгромом со стороны Яна Непомнящего против одного из сильнейших шахматистов мира, победителя Кубка Мира Яна Кшиштофа Дуды. А пока мы не начали разбор партии, я напоминаю, что у нас проходит новогодняя распродажа лучших программ от Чесмастер, ссылочка в описании. Максимальная скидка и на лекции Фаруха, и на мой годовой курс, а также ряд других интересных продуктов. Партия игралась в шестом туре Чемпионата Мира по Рапиду, у Яна белые фигуры, и у нас испанская партия. В целом пока что достаточно солидно, и по первой линии действуют соперники. А4, это вариант антимаршала, давим на пешку Б5, хотим съесть, поэтому черный играет ладья Б8. АБ, АБ, Д3 играет Ян Непомнящий, просто открывает дорогу слону, Д6, АЖ3, не давая вражескому слону выйти на поле Ж4. Симметричным образом отвечает Ян Кшиштоф, также не пускает никого на поле Ж5. Конь С3, ладья Е8, пока что просто развиваются соперники. Конь выходит на Д5, особых угроз не создает, но в первую очередь хотим освободить дорогу пешки С, затем сыграть Д4, чтобы организовать какой-то подрыв. Произошел размен, слон Д7, защитили коня, развили слона. Слон Д2, все, все фигуры вывели легкие, теперь уже надо действовать как-то более конкретно. Слон Ф6, освобождает поле Е7 для своего коня Ян Кшиштоф. Ладья А6, а я не помню, еще отвечает более агрессивно. Тут мне уже не получится чисто их по имени называть, потому что имя у них одинаковое. Давайте буду по фамилиям называть, чтобы вас не запутать. Ладья А6 играет Непа, конь Е7, слон Б3. Ладья А8, Дуда пытается захватить линию, Ян не возражает и играет конь Х2. По сути это был отвлекающий маневр, теперь он хочет атаковать на королевском фланге. Ферзю освободил поле Х5, а сам конь планирует выпрыгнуть на Ж4. Конь Ж6, ферзь Х5. Теперь уже грозит взятие коня, потому что пешка связана, пришлось играть слон Е6. Но конь Ж4 висит на Ф6, это очень серьезная угроза, там просто полнезателем заберем пешку на А6. Поэтому ферзь Д8 защитил своего слона Ян Кшиштоф Дуда. Слон бьет Е6, ладья Е6 и ладья А1. Ладья вторглась немедленно, причем на открытую вертикаль. Слон Ж5, и этот ход является ошибочным. Не выдержал этого напряжения господин Дуда. И, кстати говоря, отметим, как давил по времени Ян Непомнящий. У него уже 17 минут, при том, что изначально начинали по 15, и чисто за счет добавки в 10 секунд он себе смог наварить столько времени. У Дуды на 5 минут меньше, но пока что не критичное отставание. Вот после Слон Ж5 начинаются серьезные позиционные трудности. Стоило играть Д5, чтобы создать какую-то контр-игру. После же Слон Ж5, Непомнящий забирает этого слона, АЖ. Ферзем было брать плохо, поскольку мы меняемся. Вторгаемся на 8-ю горизонталь, как один из вариантов. Или ладья А7 можно сыграть. Давить на пешку, затем ладья Б7. В общем, на эти пешки начинаем нападать, цепляться. Так как-то здесь вынуждаем их движение, потом конь Е3, конь Ф5. Ну, может быть, посильнее можно было сыграть. Плохо было забирать Ферзем на Ж5, потому что здесь мы меняемся. Даем шаг. Затем переводим коня куда-нибудь в район поля Д5. Начинаем нападать на эти пешки. Эншпиль тяжелый. Фигуры черных неуклюжие, непонятно, где они вообще здесь и чем занимаются. План белых более явственный. Атаковать эти две пешки. Поэтому Дуда забирает АЖ. Ж3 сыграно, чтобы не пустить никого на Ф4 и на АЖ4. Конь отходит на Ф8. Конь Е3. С6. Ладья А6. Пешка теперь зависает. И вроде бы позиция крепкая, но белые атакуют со всех сторон. Ж6. Вот такая возникла идея у Дуды. Не пустить коня никуда. Сначала С6 сыграл, чтобы на Д5 не пустить. Теперь Ж6, чтобы на Ф5 не пустить. Все свои силы направил против этого коня. Слишком большая честь для него. Он, конечно, польщен. Но остальные фигуры рады такому повороту событий. Ф3 сыграно. Ф7. Конь Ж4. Вот уже начинаются угрозы. Грозит заезд на поле А6. И необходимо было его самым прямолинейным образом отразить. Сыграть король Ж7. Чтобы конь туда просто физически не мог скакнуть. Но вместо этого Дуда играет ферзь Б7. Нападает на ладью. Возможно, он посчитал то, что успеет сыграть еще король Ж7. Ведь белые обязаны отводить ладью куда-нибудь в район поля А1. Но я не помнящий. Был совсем иного мнения. Он играет ладья Б6. Жертва ладьи, которую нельзя принимать. Если играть ферзь Б6, то конь А6 шаг заезжаем. Ферзь бьет Ф7. Забираем коня. И нельзя играть король Х5, потому что там последует мат. А если играть король Х7, то мы еще раз даем шаг. Забираем ладью. И у нас лишняя пешка. Плюс у черных король в критической ситуации. Грозим ферзь Ж8, ферзь Х8. Поэтому позиция абсолютно проигранная. Очевидно, что Дуда зевнул этот красивейший ресурс ладья Б6. И тут ему пришлось играть ферзь А8. Ферзь стоит здесь, чтобы защищать пешку на поле С6. На ферзь С7 мы бы также отдали ладью. Так что это не работало. Поэтому ферзь А8. Вроде пока все защищено. Но здесь Ян приступает к решающей атаке. Конь А6 шаг. Ферзь Б7 жертвует коня. И после хода ладья Б7. Дуде пришлось сложить свое оружие. Ведь нет защиты от ферзь Ж7. С дальнейшим ферзь А8 и матом. Приходится отдавать ферзя. Но там тоже никаких шансов нет. Поверьте мне. И давайте посмотрим на показания часов. 15 минут у Яна Непомнящего. И 3 минуты у Дуды. Просто рукой обыграл в одни ворота. Одного из сильнейших шахматистов мира. Поэтому те, кто смеялся над Яном после матча против Магнуса Карлсона. Я думаю сейчас пересмотрят свое мнение. А я вас благодарю за внимание. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить других интересных партий с этого чемпионата. А также скачивайте книгу 21 критическая ошибка новичка в шамотах. И увидимся совсем скоро.